Спасибо за приглашение. Как вы понимаете, немножко в стороне от моих основных интересов лежит тема, на которую я решился сделать доклад. Ну и вот, решаясь выступать в доме Балтрушайтиса с докладом о Балисе Сроге, я не могу не вспомнить о том, что именно здесь бывал в 1935 году Балис Срога, что с Балтрушайтисом они были знакомы с 1916 года, когда Срога переехал из Петербурга в Москву, из Петрограда тогда. И в те годы он бывал на дому у Балтрушайтиса, но я думаю, что это было в другом здании тогда. Срога принимал как переводчик и как автор статей в создании планировавшейся в это время Максимом Горьким серии библиотеки всемирной литературы. И народные литовские сказки для этой библиотеки переводили Ремезов и Балтрушайтис. Народные песни Вячеслав Иванович Иванов и Бальмант. И стихотворение тоже Бальмант, Брюсов, тоже Вячеслав Иванов и Блок. Балтрушайтис заказывал обзорные статьи и редактировал переводы, в том числе перевод, выполненный Срогой. И Срога вспоминал об этом как о замечательной филологической школе. И в набросках к истории литовской литературы Срога отдельно, специальным образом выделяет роль Балтрушайтиса в истории литовской литературы. Ну и также, наверное, есть смысл упомянуть и об изданной в 1942 году первой части «Венка из слез» со вступительной статьей Сроги «Венок Балтрушайтиса». И не случайно в тонком и обстоятельном исследовании творчества Балтрушайтиса Виктория Довиотити отметила, что влияние Балтрушайтиса на Срогу правильнее было бы охарактеризовать не только как литературное, но и как духовно-этическое. Вячеслав Селыч занимался историей литературы, так что общей концепции не оставил. Но его отдельные статьи, в том числе статья об Оде XVIII века, нуждаются в том, чтобы мы не забывали вот об этих литературоведческих работах. Ну не говоря о том, что многие переводы принадлежат Вячеславу Селычу, включая замечательную книгу «Луна, упавшая с неба», переводы поэзии и прозы с хетского, хурицкого и других языков Малой Азии и Ближнего Востока. Нужно сказать, что не так много историй литературы в нашем распоряжении, таких, которые были бы написаны высокими поэтами. И одновременно с этим не стоит думать, что Балис Срога работал в полном одиночестве. Так, ну вот это портрет Балису Сроге. Здесь дальше будет то, о чем я буду говорить. Это 14-15 тома полного собрания сочинений, которые Институт литовской литературы и фольклора издает. А вот, прошу прощения за скверное качество этой фотографии. И, судя по всему, восходит эта фотография к домашнему архиву. И воспроизведена она в книге «Долгердайте Срогене. Литовская история». Фотография, которая хорошо иллюстрирует то, в каком общении создавались вот эти курсы лекций. Значит, я прошу обратить внимание на портрет Льва Платоновича Корсавина. Вот Срога и вот Николай Тиспутинас и профессор Креви Мицкевичус, про которого известно, что он также читал курс русской литературы. Во всяком случае, профессор Ляунас Волкунас слушал русскую литературу именно у него, а не у Сроги. Кстати, вместе с Креви именно сюда в 1935 году и приезжал Срога. Для меня, наверное, важно упомянуть о том, что очень часто об этих трех томах, третий том – это фольклористика, а два первых тома – это древнерусская литература и русская литература более позднего времени, очень часто это называют учебником. Вот мне кажется, что это не совсем правильно, точно так же, как мы не называем учебником курс лекций Ключевского. Это курс лекций со своей идеей, и вот эти идеи, мне кажется, что важно о них напомнить. На самом деле это все родилось из курса лекций, и в предисловии Срога писал о неприемлемости старых гимназических учебников, два качества – популярность изложения и освещение, причем освещение в том свете, который был необходим в школах императорской России, но который был совершенно не кстати в Литве. Одновременно с этим отмечалось существование университетских курсов лекций, и Срога говорит о том, что они неприменимы в Литве, потому что требовали от слушателей гимназической подготовки и такого общего и всестороннего образования, которого мы по понятным причинам не имеем. Но надо сказать, что в последнее время с русской литературой в России мы сталкиваемся вот с этой самой проблемой, с которой Срога сталкивался на исходе 20-х годов в Литве. Поэтому Сроге пришлось выстроить свой курс более традиционно, хотя, цитата, «если бы было возможно не сопрягать университетский курс с элементарным, вся конструкция предмета была бы иной, и я имел бы более свободы для своих собственных рассуждений, которые в теперешнем виде сильно урезаны». Срога подчеркивал свою особую позицию по многим вопросам, но тут же отмечал невозможности включения своих взглядов в общий курс просто из-за недостатка времени. Характерен список имен тех, кому автор благодарен. В конце первого тома выражается благодарность Эриху Бернакеру, Спиранскому, Сиповскому, Венгерову, Шахматову, Щепкину. Из коллег по Кауновскому университету благодарит Срога Креве Мицкевича и Корсавина. Дальше общие подходы, в которых Срога отмечает, что российские историки литературы ищут свои пути в осмыслении истории литературы и дальше приводят оценку этих поисков немецкими учеными. Немецкие ученые, цитата, указали, что сами русские ученые не умеют написать историю своей литературы. Это страница 17-я. При этом русские ученые с удовольствием говорят об истории культуры, о социологии, включают краеведение. В 20-е годы это еще можно было, в 30-е годы уже никакого краеведения, как мы знаем, не случилось. И совсем мало, собственно, истории литературы. В качестве примера Срога приводит историю русской литературы Пыпина, не совсем современную ему, в которой он не обнаруживает и следа истории литературы. «Мажа Кабендра су литература с историей статуриз», отмечает Срога. «Недостаток внимания к литературе как эстетическому факту без должного внимания к стилистике и к эволюции литературных форм». И вот Срога пытается в этом курсе сосредоточиться, собственно, на истории литературы, о чем стоит специальным образом помнить. Из тех учебников, по которым училось мое поколение в университете, естественно, выделялся очень сильно учебник Гуковского по XVIII веку, который остается до сих пор непревзойденным по этой части. Когда я открыл первый раз историю литературы Сроги, я был поражен разницей в том, как подан материал, в отличие от Гуковского, где фактически нет ссылок на предыдущую научную литературу. Срога приводит огромные списки по каждому автору. Все монографии, важные статьи, посвященные этому предмету в дореволюционной России. И, конечно, вот такого качества учебников у нас, к сожалению, нет и до сих пор, которые побуждали бы искать и учить. Значит, естественно, говоря о стилистике и эволюции литературных форм, Срога упоминает и школу формалистов, Мокслиненку формалисту Срове. Отмечаю, что это молодое движение, еще не выработало, речь идет о конце 20-х годов, общей концепции, но спешит уже ответить на отдельные вопросы. В противовес тому, что наблюдается в российском литературе виднее, западноевропейские исследователи слишком оторваны от изучения эстетических и формальных проблем, которые существуют отдельно, а жизнь существует отдельно. Пердог Аукштей и Пасикеля, но Гивянимо отмечает Срога. И это приводит к тому, Срога отмечает, что невозможно даже для европейских писателей представить полную оторванность их от жизни, а для русских писателей в тысячу раз правильнее проводить связи между литературными поисками и реальной жизнью. Срога это формулирует, обосновывает следующим образом. Он говорит об особом пути русского писателя, пути отличном от путей его западноевропейского коллеги, рядом с которым всегда были отдельно публицисты, философы, ученые, политики, представители в парламенте, которые представляли его мнение. В России писатели всего этого зачастую, отмечает Срога, лишены. Мы можем заметить, что довольно часто лишены этого. В силу этого установились особые отношения между писателями и властью. И Срога это формулирует довольно забавным образом. Власть оказывает давление на писателей, сажает в тюрьмы, посылает на каторгу, а те занимаются основными жизненными проблемами. Мне кажется, что это очень хорошая формулировка и многое. И второе различие, которое Срога формулирует. Писатели Западной Европы решают эстетические или формальные проблемы, желая сформулировать правду искусства. Мало кто из русских писателей может остановиться на таких эстетических задачах в своем творчестве. Он хочет учить своего читателя, хочет вести к светлому будущему. Поэтому он старается широко объять мир и обнаружить более широкую правду. Описывать такую правду, которая была бы понятна всем и была бы обязательно привалома для всех. И поэтому литература русская в большей степени сливается с русской обыденной жизнью и историческим развитием русского народа. Срога декларирует возможность синтеза методов изучения литературы, в том числе синтеза методов, которые используются русскими и западноевропейскими учеными. Одновременно с этим, я еще на этом остановлюсь, для сроги русская литература представляет собой совершенно четкое единство. Он замечает, что XIX век, давший ряд, это были уже вот та цитата, которую я привел, да, это тоже я произнес, и эту правду тоже. Да, вот прошу прощения, что я произнес это, а не показал. Говоря о XIX веке, Срога отмечает, что XIX век русской литературы всем известен, и XIX век, давший ряд гениальных поэтов и писателей, ввел в заблуждение ни одного западного исследователя. Этот век озарил все таким ярким светом, что оставил в тени корни своего появления. Отсюда предположение, что новая русская литература не имеет вообще традиций, что за ней не стоят века многовековых стараний, стараний, даботу. Дальше забавным образом Срога перечисляет тех русских писателей XIX века, которые известны на Западе. Список, который сильно, насколько я понимаю, поменялся к нашему времени. Более известный, пишет Срога, Достоевский, Толстой, здесь все как было, Лесков стоит на третьем месте. Кое-как известны Пушкин и Гоголь и был известен Тургенев. Вот это вот «и был известен Тургенев» совершенно трогательное. Обсуждая вот эти вершины, обозначенные Срогой, мне кажется, что это любопытно сравнить с программой, правда, не курса русской литературы, а курса мировой литературы, который должен знать интеллигентный человек, то, что составил Герман Гессе в конце 20-х годов, то есть примерно в это же время. И Гессе отметил со всей прямотой, что русская литература начинается с Гоголя. И дальше объяснение. Пушкин в прозе неинтересен, Пушкин в поэзии непереводим. И этот вердикт, так сказать, вот остается. В отличие от Гессе, Срога как раз пытается понять неявные истоки того, что мы наблюдаем в XIX веке. И показать он это попытался с помощью метафоры, связанной с альпинистом, который забрался высоко в горы, любуется видами и который не может понять, а как это появилось. Для того, чтобы понять, как это появилось, нужно, чтобы у него была геологическая хорошая подготовка. Тогда он будет понимать. А так он полюбовался и на этом точка поставлена. Такими альпинистами-дилетантами с точки зрения Сроги выглядят многие из тех, кто писали всерьез о Достоевском, Толстом или Скобе. Они закрывают глаза на тысячелетнюю русскую духовную историю. Просто вот Е. Уштимерке пишет Срога. Их не волнует вопрос, почему русская литература пошла по этому, а не по другому пути. С точки зрения современного знания мы могли бы переформулировать последнюю мысль в рамках экспериментальной истории. У всех у нас перед глазами экспериментальная история и статья о том, что было бы, если бы в противостоянии Москвы и Новгорода верх одержал бы Новгород. И вот с этой точки зрения сам поставленный вопрос, конечно, заставляет подумать, как бы выглядела эта экспериментальная история литературы. Не оказалось ли бы так, что, представив себе иное развитие русской литературы, мы бы имели в качестве вершин Бабарыкина и Крестовского или что-нибудь в этом роде. Но сама проблема, почему в этом направлении, какие были еще возможные направления, она остается, и мне кажется, что это не теряет актуальности до сих пор. У Сроги вот таких мрачных картин насчет Бабарыкина, естественно, нету, но он подчеркивает твердый традиционализм русской жизни и веками сохраняющуюся обособленность от Запада и формирование энергичного противодействия западному влиянию. Это срога иллюстрирует сопоставлением Славянофилов и Достоевского с Протопопом Авакумом и настаивает, что без учета поисков таких ученых, сектантов, и, может быть, я неудачно это перевел, от щепенцев, в литовском здесь от Сискирилюс, как Нил Сорский, Иосиф Володский, князь Курбский, Никон и Авакум, если их отбросить не только как основу, но и как истинную идеологию, то и Достоевский, и Лесков, и Толстой окажутся висящими в воздухе, потеряв любые связи с Землей. Я опущу то рассуждение, где я сравниваю срогу с Святополком Мирским, который в 1934 году, то есть тоже примерно в это же время, опубликовал историю русской литературы, которая выглядит скорее как исключительно привлекательные медальоны тех, кто занимал портреты писателей, но не как ход литературного развития как такового. И все-таки два слова скажу о тех упреках, которые делались в адрес сроги. Может быть, приведу только один пример. Делалось это, например, для литературы XVIII века. Зачем срога вообще упоминал о повести о Василии Кариотском? Это не характерная для русской литературы вещь. Если можно, портфель, я забыл вынуть книжицу. На самом деле в последнее время у нас несколько изменились представления о том, что происходило в русской литературе. В том числе мы понимаем, что намного больше начали понимать в низовой русской литературе. И оказалось, что она совсем не так оторвана от западной европейской литературы, как можно было бы подумать. Вот в руках у меня книга Сергея Валентиновича Иванова «Русский перевод немецкого сказания об Антихристе по рукописям XVII-XVIII веков». Это в конце XVI-XVII веке было сделано несколько переводов, которые сохранились как типично лубочная литература. И, безусловно, Срога со своим вкусом понимал, что мимо этой повести, которая даже в комментариях к XV тому этот упрек Сроге бросается, зачем он упоминает эту повесть, наверняка только из-за того, что начинается эта повесть со слов «в российских Европе». На самом деле не поэтому упоминает об этой повести, а потому, что для полноты картины и чутьем настоящего писателя Срога чувствовал, что это должно входить, потому что один из истоков литературы XVIII века, безусловно, та низовая литература, о которой мы знаем сравнительно немного, эпитафии, которые собрал Шубинский, уморительнейшее чтение «О, ты жестокая холера, какого ты сразила кавалера измайловского унтер-офицера», писавший думал, что он пишет в рифму. Вот такого рода низовая литература, которая нам известна либо из надгробных памятников, либо из случайных рукописей, она тоже важна для понимания общего хода. И вот эта попытка увидеть русскую литературу как единый организм, это вот то, что декларировал Срога. Насколько это у него получилось, не мне судить, все-таки я не литературовед, но мне показалось, что будет правильно, если память Вячеслава Вселовича, в память о нем мы вспомним и о его литературоведческих работах, и также, может быть, вспомним о том, что в каждом, в каждой стране, приходя в каждый книжный магазин, мы видим полку литературы вот этой страны в виде одного тома. причем этих одних томов с общей какой-то идеей, ни один, ни два, ни три, их больше. И для русской литературы мне бы тоже хотелось обнаружить какую-то русскую литературу в одном томе с какой-то такой идеей, но, увы, кроме таких имен, как Святополк Мирский и вот относительно короткое изложение сроги. Для древнерусской мы имеем еще Трубецкого, краткий его очерк, на которого, кстати, не на курс лекций, а на предварительные статьи к этому курсу, в частности, на статью о Афанасии Никитине «О хождении за три моря» срога ссылается. Благодарю за внимание. Известно, сколько знал русских формалистов? Он был знаком с работами их? Знал русских формалистов? Можно ли судить, что он зачитал? Судя по тому, что он их напрямую упоминает именно как течение? Думаю, что он знал их ранние работы. Сколько из этих книг могло быть в библиотеке Каунасского университета? Это надо специально проверять. Например, там, поэтика 19-го года. Добрела туда или нет? Это я не могу ответить. Какие-то более ранние работы наверняка знал. Думаю, что знал и то, что происходило в Чехии. То, что происходило в России, он посмотрел один раз в 1935 году и думаю, что это было вполне что-то официальное. В любом случае, курс лекции раньше было опубликовано даже уже. Но, по моим представлениям, если он четко упоминает об этом направлении, как наиболее ему близком, он с какой-то частью работ должен был быть знаком. Продолжение следует... Продолжение следует...